Закончив говорить это, Иисус покинул Галилею и отправился по восточному берегу Иордана в Иудей. За ним последовало множество людей, и Он исцелил их там. Некоторые из фарисеев подошли к Иисусу и, искушая Его, спросили, «По любой ли причине мужчине разрешается разводиться со своей женой?» «Разве вы не читали, — ответил Иисус, — что вначале Создатель сотворил их мужчины и женщины и сказал, «Поэтому оставит человек отца и мать и соединиться со своей женой, и двое станут одной плотью. Так что их уже не двое, они — одна плоть. И так, что Бог соединил, то человек не должен разделять». Они сказали ему, «Почему же тогда Моисей велел давать жене разводное письмо и отпускать ее?» «Моисей разрешил вам разводиться с женами из-за жестокости ваших сердец, — ответил им Иисус. «Но вначале так не было. Говорю вам, что каждый, кто разводится со своей женой, кроме как по причине ее измены, и женится на другой, тот нарушает супружескую верность». Ученики сказали Иисусу, «Если обязательства мужа к жене так строги, то лучше вообще не жениться». Иисус ответил, «Не все могут принять Мои слова, а лишь те, кому это дано». Некоторые родились с копцами, других такими сделали люди, а третьи отказались от брака ради Небесного Царства. Пусть те, кому это дано, поступают так. Тогда к Иисусу принесли детей, чтобы Он возложил на них руки и помолился, а ученики их бронили. Но Иисус сказал, «Пусть дети приходят ко Мне. Не запрещайте им, потому что Царство Небесное принадлежит таким, как они». И возложив на детей руки, Иисус ушел оттуда. Мои дожи парадки.